В эфире новости Анапа. Регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Самая главная задача не обещать невыполнимого. В ногу со временем. Партия «Единая Россия» начала сбор предложений по улучшению работы и новым проектам в регионе. Если не вандалы, то будут долго стоять. Эстетично и функционально. По поручению главы города Юрия Полякова, площадки для мусорных контейнеров обретут новый облик. Прежде чем они достигают больших результатов, они должны добиться очень много работы над собой. Самбо празднует 80-летие. История развития национального вида спорта в Анапе. И начнем с главного. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в краевом селекторном совещании, которое провел вице-губернатор Игорь Галась. Темой стало исполнение доходной части консолидированного бюджета Кубани за 10 месяцев текущего года и мероприятие по сокращению задолженности по неналоговым доходам. Игорь Галась отметил, что необходимо провести комплекс мер по оплате физлицами имущественных платежей, активнее работать с недоимкой. За 10 месяцев в консолидированные краевые бюджеты Танапы поступило почти 6 миллиардов рублей. На 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 10% выросли поступления и в местную казну. Почти 160 миллионов рублей. Продолжается кампания по направлению физлицам единых уведомлений о начисленных суммах имущественных налогов. Это транспортно-земельный и налог на имущество. Практически все уже вручены налогоплательщикам. Помочь детским здравницам создать единое туристическое пространство – это лишь несколько предложений, которые касаются непосредственно города-курорта. Они прозвучали в рамках дискуссии «Единой России», которая состоялась в Краснодаре. Партия начала сбор предложений от партийцев, сторонников, журналистов, краевых средств массовой информации по улучшению работы. Более 200 делегатов со всего Краснодарского края в новом для себя формате. Внутри партийные дискуссии проходили на четырех площадках. Общий посыл – партии необходимо идти в ногу со временем, отвечать на различные вызовы, соответствовать ожиданиям избирателей. Мы считаем, что сегодня у «Единой России» есть много возможностей работать более результативно. Самая главная задача – не обещать невыполнимого. Мы не рассчитываем управлять государством на автомате, как принято говорить. Вот один раз нам доверили, и мы будем продолжать пользоваться этим доверием и дальше. Этого никогда не произойдет. Потому что партия до тех пор будет пользоваться уважением избирателей и всех жителей, пока она будет четко выполнять все, что обещает. Партийные проекты по строительству и ремонту спортивных объектов, культурных и образовательных учреждений, благоустройства, в том числе программа «Комфортная городская среда», должны стать бессрочными. В том, что касается курортных городов, прозвучало предложение снизить налоговую нагрузку для детских здравниц на межсезонье, а также создать в крае единый календарь событий, интересных для туристов. Нужна, в принципе, идея, нужна цель, нужны задачи, нужна активность. Владимир Атаманюк родился в украинском селе, окончил школу в Анапском районе, после службы в армии и до поступления в Ярославское ракетное училище работал на Донбассе слесарем. Был в числе тех, кто в начале 90-х последовательно противостоял вооруженным националистам. По его мнению, партии нужно больше ярких лидеров. Эти лидеры, они должны светиться как лидеры партии, которые должны провозглашать политику партии, которые должны разъяснять эту политику партии, которые должны генерировать вопросы все в работе нашей партии. Лидеров нужно искать, в том числе и через процедуры предварительного голосования, а их, в свою очередь, проводить не только с участием активистов, а выходить на предприятия. С другой стороны, партийцы напомнили, что речь идет об организации, которая берет на себя ответственность за страну. Логично, что члены этой организации должны являться примером жителей всей страны. Конкретные направления нами определены. Интеллигентными, сдержанными, воспитанными, дипломатичными, отзывчивыми, компетентными на различных вопросах, энергичными инициативными. Это основные направления. Партийных лидеров предлагают выявлять на площадках в интернете, а в руководстве краевого отделения рекомендуют соратникам, общаясь в социальных сетях и на форумах, помнить о своей гражданской позиции, быть последовательными, продвигать идеи партии, знакомить с интересами и повесткой дня. Все предложения направят в центральный аппарат для обработки. Возможно, что часть из них прозвучат на аналогичной дискуссии в рамках предстоящего съезда в Москве. Решили также, что проводить такие мероприятия нужно чаще, без привязки к глобальным партийным событиям. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И к теме благоустройства нашего города. По поручению главы Анапы Юрия Полякова, площадки для мусорных контейнеров обретут новый облик. Теперь они будут огорожены аккуратным деревянным забором, покрытым защитой от дождя и солнечных лучей. Да и сами площадки оборудуют по всем правилам. Во всем муниципалитете их будет установлено несколько сотен. Подробности в нашем сюжете. План дислокации был составлен еще два года назад. На каждой площадке будет установлено несколько пластиковых контейнеров. Все в едином стиле. Он получился лаконичным и, по словам специалистов, хорошо вписался в общий вид курортного города. 20 контейнерных площадок уже установлены на улице Самбурово. По этому плану в 2017 году было по улице Самбурово установлено 20 контейнерных площадок. У них было красивое бетонное основание под два контейнера. И деревянная обрещоточка, обработанная специальными материалами от ультрафиолета. То есть, если не вандалы, то будет долго стоять. Всего в Анапе обустроят порядка 200 новых контейнерных площадок. Появятся они и в сельских кругах. На этом благоустройство города не заканчивается. Сегодня специалисты Римстроя начали строительство так называемой народной тропы на улице Маяковского. Ведутся подготовительные работы. Старую плитку демонтируют и зачищают место под новый тротуар с бордюрами. Пока производим демонтаж старого тротуарного покрытия и будем ложить новый тротуар в пределах 40 квадратных метров. Будет два тротуара. Один здесь, один чуть подальше. Продолжается и расширение дороги по улице Крылова. Здесь предстоит определиться, что делать с гаражным комплексом. Большинство помещений давно не используются, да и хозяев найти теперь сложно. Пока решили территорию с гаражными боксами огородить забором и приступить к обустройству тротуара и зеленой зоны. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Юные разведчики в одном из парков города-курорта провели для казачат специальную эстафету. Сами же выступили в качестве наставников. Для школьников это интересный опыт, а для скаутов одна из целей – самим учиться быть лидерами и наставниками. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА И самое главное – это передать им возможность самим управлять, быть самими руководителями, организаторами, брать на себя инициативу. Тимофей в скаутах с первого класса больше пяти лет. Больше всего ему нравится практическая часть – вязать узлы, ходить в походы, ставить палатку, разводить костер. Мне кажется, что он, во-первых, вырастет самостоятельным, сильным, сможет брать ситуацию под контроль, то есть нам обучают. Также он будет подготовлен строевой, то есть если он пойдет в армию, он уже сможет маршировать. Дарья уже не в первый раз принимает участие в такой эстафете. Для нее это опыт, часть из которого может пригодиться и в обычной гражданской жизни. Я теперь лучше стреляю, лазаю, научилась работать в команде. Мне очень нравится, я буду продолжать. Наставники скаутов не исключают, что кто-то из казачат или юных казаков решит пойти в юные разведчики. Одно другому никак не противоречит. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. История российской борьбы с самбо тесно связана с историей страны. В далеком 38-м году был дан старт развитию этого вида единоборства. Завтра самбо отмечает свой 80-летний юбилей. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировочных баз анапских спортсменов. Армана Гамбаряна привели в секцию борьбы, когда ему исполнилось 8 лет. Тогда родители не ставили целью вырастить из сына чемпиона. Важно, чтобы мальчик умел постоять за себя. Маленький год, каждый друг друга знает, что спортсмен, спортсмен. Больше, наверное, из-за этого не было таких моментов, что пришлось на улице применять. Но, по словам тренера, Арман оказался талантливым учеником. Сегодня в копилке спортсмена победа не только на краевых соревнованиях. Он чемпион первенства России и призер первенства мира. С каждым годом все лучше и лучше развивается. У нас много медалей на первенствах мира и Европы. Но, я думаю, стоит его включить в олимпийский вид спорта. Действительно, говорим самбо, подразумеваем симбиоз лучших традиций единоборств народов СССР. И, конечно, в многонациональной Анапе этот вид спорта прижился сразу. Кирилл Асланиди вспоминает, как в далеком 1968 году в секцию хотели записаться одновременно сотни мальчишек. Не хватало тренеров, не было условий. Это сегодня спортсмены отрабатывают приемы на высокотехнологичных коврах. Сегодня они растут у нас в тепличных условиях. Естественно, физически они мало подготовлены. Прежде чем они достигают больших результатов, они должны добиться очень много работы над собой, чтобы стать физическими, крепкими. То поколение было, они приходили уже физически здоровые ребята. Потому что они всегда на улице играли. Тогда не было телевизоров и прочих гаджетов и так далее. Порядка 40 мастеров спорта и 4 международника воспитали в Анапе. Основной этап развития самбо пришелся на период Советского Союза. Сейчас самбо переживает очередной подъем. Холщевая куртка, шорты и плотно зашнурованные самбовки. Большинство из ребят впервые примерили форму еще в начальной школе. Тренеры говорят, что детей в самбо отдают все охотнее. Ведь это бюджетный и относительно нетравмоопасный вид спорта. Сегодня в Анапе этой борьбой занимается около тысячи мальчишек и девчонок. Секции самбо открыты 1, 4, 5 и 6 детских спортшколах. Наш город по сей день считается краевой кузницей чемпионских кадров. Власты Царева, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.